друзья всем добрый день приветствую вас на канале стопроцентный лямис но сегодня у нас будет изысканное необычное блюдо под названием стопроцентный миха чаплыга я рад что наконец-то миха принял мое предложение и дошел добрался для того чтобы порадовать вас вот это вот такие вот такие нюансы за которые мне всегда стыдно спасибо вот я познакомился с михой примерно два-три года назад до этого я его много читал в интернете и он у меня проходил под выиской помню ты тогда всегда был миха анархист и вот недавно я заинтересовался старым лозунгом который часто звучит в эфирах о том что в украине жителям украины близок ближе всего вообще по складу по складу государственного устройства анархизм друзья я специально пригласил миха чаплэгу потому что у михи гигантский практически именно практический опыт работы с разными партиями с разными структурами политическими помимо того что миха сам по себе очень элегантно остроумный человек очень жгуче въедливый эксперт-аналитик ну в общем это миха чаплэгу короче езуит хорошо политический езуит так вот миша я заинтересовался вот этим вот лозунгом и не только этим и решил тебя позвать для того чтобы ты рассказал это как бы из внутреннего видения потому что для меня анархизм это скорее больше идея для меня политика это все-таки процесс который я наблюдал через медиа а ты к этому прикасался руками ты это понимаешь изнутри ну ты больше даже экономику то есть я всегда читал тебя вот вот есть там ты кущ и еще там пара мне товарищи которые для меня как ориентиры в экономике в этих всех вот процессах что проходят вот ну понятно что один человек не может знать всего и видеть все то есть всегда есть взаимный какой-то обмен но касательно анархизма я тебе скажу так ну то есть историк ну знаешь как в чем-то я себя отношу к анархистам дочка у меня анархистка это чем выражать это выражается жесткой анархии по отношению ко мне к родителям устоям и ко всему точно так же как и папа у меня чуть раньше посидел потому что я был переходном возрасте я сидел чуть раньше потому что дарка в переходном возрасте это отражает какое-то твое внутреннее устройство да знаешь я это на архе индивидуализм то есть течение анарх ну и уже много анархистских течений больше чем коммунизма знаешь меня заинтересовало извини что я тебя перебиваю один такой тезис я всегда думал что анархизм я думаю многие люди также думают что анархизм это полный беспорядок это вот когда заходишь в комнату а там это носки и презервативы компьютер конфеты это хаос я всегда думал что анархизм это хаос на самом деле как оказалось когда заинтересовался вопросом оказалось что анархизм это другая форма порядка конечно это порядок и мне особенно понравился тезис что анархизм это как бы самоорганизация с низов то есть это не сверху спущенный порядок как было там царской империи сейчас в россии в белоруссии а это порядок который поднимается снизу где люди сами договариваются сами организуются и сами ведут свой образ жизни и по сути даже могут построить какой-то государство наказывают друг друга интересный интересный то есть скажи пожалуйста украинцам действительно близка анархия как мировоззренческий принцип а в чем это выражается то исторически беда в том что государство где не было длительной истории собственной государственности они анархические по сути я тебе приведу простой пример когда я впервые с этим столкнулся знаешь мы привезли ких-то иностранцев еще на сломе ну первые годы независимости привезли в славск на базу политеха значит нашу и чуть выше там домик такой был за ректорским домиком его называли там выше еще один и там мужик сделал себе музей музей упа музей упа ну тогда же это только первая волна диковинка диковинка да и мы повели значит иноземцев туда и сами же еще дети по сути нам тоже шмайсеры там вот и мужик это все показывает все рассказывает и висит у него почтовый мешок такой значит с этой нацистской символикой почтовый мешок откуда у тебя мешок почтовый вообще взялся здесь мне кажется то украинский газ да его десь значит потягну они ж как значит днем власть какая то царская то австрийская то польская то немецкая то советская да хрен какая мне разница какие власти эти ну были есть завтра другая а в ночи наша влада о а в ночи наша влада пришли там мешка забрали отсюда же традиция в кровь у влады все хорошо ты же не мой а влада понимаете своей жизни не был и это можно понимать как украинцы всегда отрицают государство ну как бы там встроенная потому что она свое никогда не было поэтому и потому что государство получается на репрессивное пришли белые грабят красные грабят тени но поскольку жить надо и все встраиваются сегодня шо нас коммунизм коммунизм строимую sf моста но коммунистического моста строимых коммунистического моста сим себе три туда тут Потом пришли австрийцы, чем немцы пришли, немцы. Ну, вам же танками требует куда-то ехать. Вот там все требует МОСАП срубить. Ну, а украинские ГАЗы ему кажутся, требует МОСАП срубить. И котелинку такую срубить. Ну, вам же холодно будет, мы же с вами, нормально. Все. Поляки пришли. О, добрый вечер в вашей хате, значит. Ну, это, понимаешь? В этом причина, что мы, извини, 30 лет мы уже независимы, но мы отрицаем и разрушаем собственное государство. Потому что оно, опять же, не наше. Мы его не воспринимали как наше. А что, у нас наше государство? Кому оно досталось в 91-м году? Значит, вся история, буквально в двух предложений. Значит, Советский Союз, скажи, пожалуйста, карьеру, если идти по госуправлению, по политике, где, вот что считалось вершиной кризиса? Ну, партия, комсомол, партия, политбюро. Это где находится? Москва. То есть, лучшие кадры госуправления, науки, всего, культуры, политики и так далее, шли куда? В Москву. Или оставались здесь, но в прямом подчинении ЦК. ЦК был КСМ, ЦК партии. То есть, вот как оно было. А здесь тогда оставались кто? Куча. И вдруг какой-то момент. Отношения какие? Кто вообще рулил Союзом? Ну, только честно. Союзом рулили украинцы. Ну, и евреи. Давай вот так вот скажем. Это мощная просторика. Я не уверен, кто из нас был первым. Хорошо. Понимаешь? Да. Ну, грубо говоря, это украинские элиты. Они правили там. И у кого ж больше всего разбора? То есть, украинские элиты, которые вырвались в Москву, конечно же, гнобили украинские элиты, которые не вырвались в Москву. А те, естественно, их тихо ненавидели. Вот такое, да? И вдруг разваливается Союз. И вот эти пригнобленные. Пришли оці, не буду казать в эфире, кто. И пригнобили украинскую литеру Ге. Ге. Пригнобили ее. Понимаешь? Вот такие у нас говорили. И оці пригнобленные, чи пригнобленные, естественно, сказали, геть від Москвы. Вот там уехали, здевались над нами. Валите, теперь це все наше. И те же комплексы, я так понимаю, в других республиках тоже. Один в один. И все эти недоэлиты вдруг в одночасье стали хозяева. Теперь никакая Москва их не контролирует. Хочу, це собі заберу, хочу, це отдам. А я ж теперь тут начальник. Правда? Почему они не стали повторять жесткую московскую вертикаль? Ведь школа-то у них была... Не была у них школа. Те уже ушли туда. У этих ничего не было. Они занимались. Они были просто удаленный сервер. Но они же шли через ту же цепочку. Комсомол, партия. Для того, чтобы понять, как работать, надо попасть на сервер. А если ты удаленный... А, то есть это уровни посвящения? Конечно. Это удаленный терминал. Это просто удаленный терминал. И что, удаленный терминал будет думать? Нет, не будет. Он не может. И тут совпали интересы. Почему же пошли по западному пути? Кто кричал, геть в Москву больше всех? На захист? Кто? Павличко там и все. Не помню. Те времена были очень валили. А Москва-то поводыр. Правильно? На-на-на. Вот они все. И сразу... Ой, что ты у меня комсомольский... Мать-те, и сразу вышли в Анку. И оба. Усё? Уши в Анку. И совпали интересы. У этих геть в Москву. И у этих геть в Москву. А диалоги уже надо. Вакуума же не должно быть. Одного нет. А тут... О! Смотри, готовая идеология есть. Опа! Вот так оно все и произошло. Понимаешь? И стало ли это нашим с тобой государством? Ну, нет. Потому что... Вторые. Кто проснулся на сломе 90-х? Ну, бизнес. Красные... А как ты назвал это? Бизнес. Бизнес. А я что-то думал, что это... Или это бандиты. Бандиты. Это бандиты. Бандиты. Чистый криминал-бандиты. Ну, отлично. То есть там бандиты. Тут партия. Не до партия. Тут эти идеологи, эти в Москве. Вот оно и получило. И тут родились все эти красные директора. И олигархи. И все остальное. Наши это. Нет, не наши. Опять не наши. Понимаешь? И они же начали крыши искать везде. Извини, а можно я вот так вот... Этих исторический момент. В Британской империи существовал такой принцип. Что верховное руководство осуществлялось исключительно британцами. Причем исключительно британцами, которых присылали из Британии. То есть они были носителями неких высших раскладов. Они понимали, что, как, почему и куда. А на местах они активно использовали местных. И они их даже назначали на управленческие должности. Они даже им позволяли в армии. И так далее. Но они их никогда не допускали до самой высшей... Они никогда их не делали губернаторами. Наверное, за исключениями. Но все-таки. То есть существовал такой уровень недопуска на самый верх. Было то же самое в Советском Союзе по отношению к Украине, к Казахстану. Наоборот. Нет? А как было? Отбирали лучших. Отбирали реально лучших. И до тех пор, пока не застопорилась вся система. Потому что на каком-то этапе. Ну, всякая империя проходит все этапы, да? То есть это уже был закат. И как только остановился вот этот вот насос, все. На этом все закончилось. Собственно, я сами всегда пожелали. Ну, собственно, разные есть теории. Потому что если проследить все эти козыревых и так далее, всех этих министров и странных дел, генсеков даже, кгбистов топовых и так далее, последних лет СССР, они все, кто в Канаде же, кто в Штатах, кто там был. То есть это все проданная элита. Она начала продаваться еще с 80-х. Что это такое? Это тяга найти себе хозяина, того, кто возьмет на себя ответственность за высшее руководство? Бабки. Потому что союз строился по принципу, ну, вся эта пирамида строилась по принципу католической церкви. В чем принцип? Комсоргии, парторгии, вот это оно, да? Нет, нет. В чем принцип католической церкви? Ну, иерархии. Я имею в виду не прихожарные церкви, как это, а структуры управленческие. Бизнес на вере. Мы про это? Я поэтому, я говорю, я как человек искренне верующий, я также искренне презираю культ, как высшую форму торговли самым святым верой. Поэтому да. Ну, перейдем, значит, туда. Ты можешь иметь, ты можешь иметь все. Ну, слушай, ну, слушай, ну, неужели не было такой мысли, что если ты выстраиваешь свою пирамиду на самом верху, то ты получаешь больше всего денег, больше всего власти. Правильно. Ну, вот. Казалось бы, простая мысль. Еще раз говорю. Ты, будучи в иерархии католической церкви, есть главный принцип. Ты можешь владеть всем, что ты хочешь. Ты не можешь передать это по наследству. После тебя все остается здесь. И придут другие. Но не твои дети. Поэтому нельзя иметь детей. Но они есть. Но нельзя. И передавать нельзя. Ты можешь, что ты хочешь? Самолет купить? Купи, на, купил. Купился. Твой самолет? Купил. Летай. Яхту? Яхта. Вилла? Вилла. Вопросы. Но после твоей смерти это все уйдет в церковь. И вот точно так же было у коммунистов. Ну, любая человеческая натура какая? Себе. Да. И что? Своим. Правда? Ну, отдать. А этого нельзя было. И как только они, и вот в 80-х это началось, они увидели на Западе то, что можно копить и передать. Угу. И спрятать. Понимаешь? Вот когда оно все началось. И тогда же перестал работать кадровый насос. Потому что у них свои детницы. Которым они захотели передать. Все. Смерть. Ладно. Вернемся к нам. Что произошло в Украине тогда на этом фоне? На этом фоне, ты понимаешь, в чем дело? Ну, вот ты опять же вернемся к анархии. То есть получается, и так оно было везде. То есть украинец не чувствовал себя, не было собственной истории государственности и остановлений. Поэтому любое государство считалось карательным органом. Что делает государство? Взимает налоги? Берет в армию? Правильно? Будешь любить такое? Ну, и гарантирует некий набор образования медицины иногда. Иногда не гарантирует. Не, 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 не. Оно это, ну, уже не гарантирует. Обещает. Обещает. Ну, а платишь ты? Понятно. Это ж послуга. Ну, понятно, как большая стройка. Конечно, и не только. Так вот. То есть ты будешь такой государственник? Не особо. Она всегда будет чужой. Все вокруг народное, ибо не мое. Понимаешь? Вот тут не мое все. Оттуда родился главный вообще, вот, главное, я это называю, как это, общественный договор, да? То есть вот суть нашего общественного договора. Я закрываю глаза на то, что кто-то, государство, чиновник, партийный деятель, олигарх, кто был, ворует завод целый, а взамен он, или до тех пор, пока он, закрывает глаза на то, что я с этого завода ворую гайки. Но это Советский Союз, это 80-е годы застой. Это Украина 2020-2022. А ты что, ничего не поменялось с тех пор, да? Ничего, поменялось, поменялось. Нет больше заводов, с которых можно красть гайки. Мы аграрная супердержава теперь. И вот тут все началось. Ядрись. Потому что если нет заводов, и гайки неоткуда ты, и получается, как это говорил Ленин, революционная ситуация. Значит, смотри, сверху не с чего больше зарабатывать, потому что невозможно, что как, нет больше заводов, которые можно украсть. Значит, верхи не могут. Не могут. Хотят, но не могут. Да, хотят, но не могут. А низы тоже хотят, но не могут, ибо нет завода, нет гаек. Ядрить. Великая пустота. Великая пустота. Конь, сферический вакуум. Но, раз происходит такое, что начинается? Верхи начинают пожирать низы. Это сейчас и происходит. Потому что у верхов рождается свежая мысль. Можно их доить. Гайки-то они куда-то скирдовали. Вы же воровали гайки, 30 лет воровали гайки. Где гайка? Где гайки, я вас спрашиваю. И что делает государство? Лезет теперь. Тоже заводы были, оттуда брали. А мы гайки тянули. Теперь завода нет. Брать откуда-то надо, ниоткуда. Они отпустились и говорят, мы точно знаем. 30 лет гайки пилили. Ну, друзья, извините. Лирическое отступление. Я подтверждаю вот то, что говорит Михаил. На более приземленных примерах. Факт первый. За последние буквально несколько лет именно население Украины стало основным источником налогов в Украине. То есть до этого платили в основном налоги предприятия. Крупные плательщики. Крупные плательщики. Но поскольку их не стало, теперь основные поставщики налогов это население. К этому мы добавляем зарабетчан, которые получают деньги по зарубежным контрактам и привозят их из-за границы. 15 больше миллиардов. Плюс получается вся система государства, вся экономика перестраивается на то, чтобы теперь, отныне, население много работало и его можно было доить на тарифах, на услугах, на кредитах и так далее. То есть мы превращаемся, слушай, мы превращаемся в Америку. Это рабоводческий строй. Нетого что? Мы просто становимся компрадорией. Объясни подробнее. Вот всегда слышу это слово, не понимаю, в чем... Я всегда приводил такой пример, что есть разница. В чем разница между нами, между британскими и украинскими? Британских у них пираты. Ну то есть и те, и те не хотят работать. Грабят зарубежные территории. Правильно. Они сели... Я всегда приведу пример, вот это недавно, там Путин там нападет, не знаю, что мы там передаем. На примере товарищей испанских конкискадоров и племени Майя. Жила себе племя Майя, значит, никого не трогала. И бегала с деревянным мечом с обсидианом. Это помогало решать ряд вопросов. Но в это время, к несчастью, в Испании был жаркий климат, который не располагал, и в Португалии тоже, не располагал к работе днем. Мало работаешь, мало кушаешь. А хочется золотой трон, там что-то еще. И вдруг кто-то сказал, слушайте, так Майя работают. Ядри. И все сразу погрузились на кораблики. И вот были туда. Приплывают. К тому моменту Майя уже их увидели. Организовали самооборону. С деревянными... Ничего не напоминает, да? Напоминает эпоху приезда МВФ. Ну вот. С конструктивными предложениями. Майя Украина решила помочь и выслала два мешка обсидиана. Ну, чтобы те могли бороться с товарищами-конкистадорами, которые их там грабят. Ладно, бог с ним. Я к чему веду. Значит, Британия, все эти колониалисты, да? Они поняли, что либо мы будем работать, либо мы будем грабить тех, кто работает. Ну, нормальная тема, да? Значит, пограбили всех. Пограбили и куда они это принялись? Домой принялись. А если оно дома, то экономика развивается. Да, и убили экономику Испании, золотая инфляция. Вот это все перестали работать. А зачем? Ну, то есть, вот оно. Вот, вот. А наши что делают? А чем отличаются бандиты? Значит, пираты грабят внешних и привозят домой. И устанавливают дома правила, чтобы божопси не переделили потом. То есть, это закон. Да, да, резонно. Да. А наши бандиты грабят своих. Понимаешь, в чем разница? И вывозят на вне. Слушай, тут пираты сидят, вот эти все британские, американские и другие. Вы слушаете, так это мы на морских перевозках можем сэкономить, да? Ну, в смысле. То есть, раньше нам надо было сесть на лодку, приплыть, чтобы ограбить Украину. А теперь? Они сами все... А теперь они сами везут к нам. Ядрить, какая классная штука. Симбиоз. Понимаешь? Симбиоз. И вот, что у нас происходит. Скажи, это твое будет государство? Такое. Бандитское. Лучше пираты. Понимаю твою мысль. Скажи, пожалуйста, я вот помню Майдан, и вот буквально первые дни после Майдана. Помнишь, вот, когда старая власть уже убежала, и Янукович с его группой поддержки, они уже убежали. И как бы те люди, которые работали на эту вертикаль, они как бы сказали, власть забирайте. И вот тут возникла интересная ситуация. Вдруг, как власть, заявили себя люди те, которые, собственно говоря, вот они, конечно, были каким-то видом на Майдане. Турчинов, Виценюк, Порошенко, вся вот эта вот бригада, Аваков и так далее. Вот сцена Майдана. Но на самом деле, это не те люди, которые, извини, дрались, сражались, мерзли, сопротивлялись. И это не те люди, которые хотели другой жизни. Но возник тонкий момент, где никто из тех, кто были на Майдане, мало того, что они не захотели взять власть. То есть они не вышли, они сказали, сейчас мы возьмемся. Второе. Они, собственно говоря, даже не возмутились, когда вышли на сцену вот эти. Получается, я так для себя понимаю, разглядывая это с точки зрения общечеловеческой, что есть какой-то страх у украинцев. Им не страшно драться, им не страшно выступать против власти, им не страшно свергать целого Януковича. Но им, черт побери, страшно прийти, сказать, а теперь я берусь, закатываю рукава и буду наводить здесь порядок. Придите, дайте, пусть кто-то будет, но не я. В чем природа этого поведения? Природная жизнь в том, что никогда не было этой государственности. Я тебе приведу то же самое, но простой. Я уже где-то его приводил. Когда-то довелось мне пару раз съездить, ну или так, быть вовлеченным, скажем так, в борьбу с коррупцией во время предвыборной кампании товарища Дубинского. Помнишь, он боролся с коррупцией? Ну, конечно. Кто из нас не боролся с коррупцией? Все боролись с коррупцией. В Киевской области. И там какие-то, естественно, прокуроры. И коню, понятно, СБУ. И коню, понятно, менты. И коню, понятно, ну я не могу назвать их бандитами, наверное, сотрудники этого всего. Неравнодушные граждане. Неравнодушные граждане. Мыли песок. На глазах у изумленных местных жителей. Мыли, 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 мыли. Подогнали, в общем, такой огромный экскаватор, да? И вот это вот. И все. Это, нет, серьезно. Это же коррупция. Нет, ну подожди, это экология, они очищают песок, песок становится чище. Кому плохо от чистого песка? Но местные жители узрели в этом коррупцию. В коррупцию. И позвали бороться с этими товарищами из вот этого, сцена Майдана же их привела. Вот эта сцена Майдана. В камуфляжах? В камуфляжах все, да, патриотические. Где-то что-то не знаю, сепаратизм, значит, позвали бороться с этой идеей. Прошли, какой это год был? Когда эти выборы были? 19-очка. А, то есть они до 19-го дожили в качестве майдановцев? Слушай, они хорошо себя все чухали. О, король, это все Порошенковские все эти товарищи. БПП это дальше. Этот, лысый там такой был. Великий любитель международного тенниса из Австралии и Китая. Да-да-да-да-да. Как его? Ну бизнесмен тоже. Каноненко, да? Каноненко, да. Вот, я помню тогда эти плакаты погоняем лысого, да. Но, вообще не об этом. Я же весь в запале сейчас думаю, я вам покажу. Порошенко же для меня, это же похуже к учему, понимаешь? Говорю, сейчас я вам со всей пролетарской ненавистью. И, значит, товарищем, представителем местного актива, недовольный этой коррупционной вообще составляющей. Говорю, сейчас, вычищем под коренью, со всей пролетарской ненавистью. Говорит, нет, аккуратно. Понимаешь, в чем дело? Так мы с них дань 10% имеем. Все тут. Община, община. Ну, понимаешь, они же... Почему коррупция? Потому что они имеют 90, а мы 10. Я говорю, ну вы же них не ради делаете. Ну вы же них не ради делаете. А они моют, что-то там, крышу, плавят. А вам 10. Это коррупция. Это коррупция. Вы с ними поборитесь там. Серьезно поборитесь. Что было 20 на 80. Как мне вчера сказал один человек, это начало конструктивного дела. Это предложение к общению. Да. Визуя эти активности. Смысл? Если ты поборешь коррупцию, то мы 10 не увидим. Мы же не будем мыть песок. Не будем. А откуда мы 10% возьмем? То есть мы голодные будем? Не, не, не. Ты серьезно поборись с ними. Чтобы было 20. А лучше 30. 30. 30 каждому. Хорошо. Рисуем общую систему. Государство нам не нужно. Нам чуждо государство как порядок. Потому что даже если это порядок, будет работать на граждан. То есть даже если это порядок, будет обещать, что песок будет мыться прозрачно. С него налоги, с него дороги. Это никому не надо, потому что я с этого ничего не понимаю. Потому что надо работать. А для того, чтобы надо работать, надо иметь образование. Ну, если ты хочешь. Даже работать, извини, экскаватором. Нужно иметь опыт, знание образования. У нас нет уже ни ПТУ, ни школы, ничего. Я думаю, что кто-то должен в этой стране наконец-то выйти и сказать, что мы банкроты. Не потому, что нет денег или кредит или земли или что-то еще, а потому что мы не конкурентны на рынке труда по причине того, что мы вырастили несколько поколений дегенератов. Более того, эти поколения дегенератов родили детей и имеют уже даже внуков. И борются искренне и серьезно с теми учителями, которые пытаются дать знания их отпрыскам. Помнишь, 70-е вызывают родители? Родители вызывают школу, директор и родителям все это рассказывают. И что делают родители? Получают своего отпрыска. А в 20-х годах в Украине, 2020, когда кто кого вызывает на ковер? И если учитель рассказал о том, что ученик плохой, то кого ругают родители? Ругают. Увольняют, выгоняют. Увольняют, возьмите этого учителя. Я тебе сдал ребенка в школу, блин. Это же стационар денный, а ты его не... Ты хоть ты ему указываешь, что делал мне... Вот. Ребят, пожните эти плоды. Вы его работу найдете. Не потому, что там кто-то злой или кто-то пришел. Потому что вы это все сделали. Нет, не Супрун там пришла. Или Сарасята. Это понятно. Своим чередом. А кто родительские чаты эти, вайбер-чаты создал? А кто этих батькососов сюда понасаждал везде? И может они с Луны прилетели? Нет, это наши. Насколько глубоко в нас проник вот этот вирус, что я еще не обрел квалификацию, я не заслужил, я не наработал свои профессиональные качества, но я уже хочу иметь прямо сейчас все. Вот у детей, я много общаюсь с детьми, вот у них три ключевых критерия успеха. Успех, деньги и свобода. О, свобода. То есть они хотят, буквально вот они вышли из родительского гнезда, и они хотят сразу деньги, свободу от родителей, от всего, от условностей, от запретов и успех. Да. Я так понимаю, это отражение того, что родители мыслят категориями, что я хочу иметь больше. То есть я мент, я следователь, да? Родители уже ничего не имеют. Это поколение интернет. Я не могу влиять на нее. Как я повлиять? Она приходит, я ей рассказываю дома одно, она попадает в школу, и что? Все. Да, понятно. Она заходит в этот тикток и в интернет, и все эти ютуберы, шмуберы и так далее, все. До побачи. Но я вот парадигма, смотри, парадигма государственного служащего, она, конечно же, всегда, в любой стране, она такая, что у меня есть скромная зарплата, и у меня есть много работы, которые я должен выполнять. Но у меня есть, благодаря тому, что я государственную возможность, тут повлиять, тут повлиять. И там, условно говоря, у нас это дикие формы приобретают, потому что при зарплате 10 тысяч гривен официальный, ну, чувак ездит на кубики, он себе строит маеток и так далее. То есть абсолютно несоразмерно его обязанности, мы называем это коррупцией. На самом деле в Украине это не коррупция, это некий национальный образ мышления, потому что вот кого не спроси, все же хотят попасть на правильное место. Уси хотят стать прокурором, чем этим, чем этим. На словах мы все против этого. А теперь задай вопрос всем, кто кричит, вот любые, больше всех кричит, о том, что вот цей, на цьому, как оно, брабусы, гелики, как те машины называют. Вот яхту себе купил, самолета, самолета купил, яхту купил. Ворюга такой, ворюга, коррупционер, гнать его. А теперь спроси, а какая мечта у них, о том, как они видят будущее своих детей? Чтоб они заняли место вот этого войны? Нет, чтоб они женились, очевидно, замуж за вот такую правильную яхту, и шоу-то нищеброду тут живе у меня по суседству, антикоррупционер. Не, он за того, он же не хочет за этого, вот за того. В чем причина вот этой деградации? Деградации, знаешь, ну, можно сказать, это культура воспитания. То есть если я спокойно кондиционировался к тому, что после, получив красный диплом, все остальное, попал там в дочь телекомцевого представительства работать, да, там, я в кип-центр пошел, попробовал себя там и так далее. Я понимал, и мне родители это рассказывали, я все прекрасно понял, я был готов год-два работать на... Даже бесплатно, папа меня содержал, я работал бесплатно. Почему? Потому что я должен был набраться опыта. И тогда я мог бы претендовать, я был бы конкурентом. Но я-то понимал это все. А теперь получается, а сейчас, что расскажешь, зачем? Какой опыт? Зачем? Ну, то есть, вообще философия вся другая. У нас раньше, ну, и, кстати, это культура труда. Культ труда или культ денег, да, вот что? Культ денег, культ капитала или культ труда? Что первичное? Так вот, Азия, она строится на культе труда. А неолиберальная, которая у нас пришла, это культ финансов. Денег, культ денег. Деньги это все. А там труд это все. Не важно, сколько у тебя денег. Если ты не уважаем в обществе трудом, за свой труд, ты можешь быть уборщицей, можешь быть директором, можешь быть кем угодно. Труд, неважно, труд качественно сделан, если ты не уважаешь. То есть, ты тебя уважаешь не за деньги, не за статус, а именно за труд. Если и неважно, ну, то есть, какой. А у нас по-другому. У нас все решает бабло. Понимаешь? Есть бабло, ты начальник. Нет бабла, ты не начальник. Другое. В чем была сила той системы бюрократической? Там все решала записная книжка. То есть... Ты про Советский Союз, да? У нас буквально там 3 минуты осталось. Да, не только Советский, а и первые 15 лет независимости. То есть, никто не брал деньгами. Никто. Брали услуга за услугу. То есть, ты пришел ко мне и говоришь, Михаил, мне надо там порешать вопрос, мне надо с кем-то зайти, там, в министерство решить. Я говорю, хорошо. Я листаю книжечку, говорю, вот, набираю. Вась, где придет мой друг, он хочет поговорить о том. Все, я не брал денег. Ты не платил за заход туда. Но когда ему... Он говорит, Миш, у меня возникает... Я знаю, у тебя там есть друзья в другой сфере. Может, мне нужно купить телевизор. Ты знаешь, кто его продал? Сетевые такие отношения, да? Это сетевые. И неважно. То есть, тебе не нужны были деньги в этом всем. А сейчас это ничего не... Только деньги, 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 деньги. Вот и вози за собой этот деньги, прицеп деньги, понимаешь? Вот и вози. А то, что сейчас все эти чиновники на этих брабусах и так далее, и так далее, так это просто не работает правоохранительная система. Ну, слушай, ну поставь меня или тебя на секундочку, да? Человеком, который будет отказать, он зайдет и спросит. Дружище, откей. Бабушки, дедушки. Ну, понятно, сейчас порассказывают. Там любые декларации, две декларации. Все это понятно. Но, если мы хотим по совести, ну, нужно четко сказать, непростым людям. Если ты не был на государственной службе, а у тебя 10 брабусов, коню понятно, что ты где-то коррумпировал чиновника. Ну, тебе дали живую и так далее. Ну, это твое. Вот туда лезть не надо. А если ты хотя бы день побыл на госслужбе где-то, тебе конь. То есть, должны быть. Должны. Вот так будет применение. Но, если ты не был никогда, ни депутатом местным, ни каким-то другим, если ты не был на госслужбе и так далее, а у тебя все это есть, честь тебе хоро. Значит, ты пропит. Это твое. Вкладывай в экономику развивайся. Живи. Никто тебя не тронет. Дам тебе полные гарантии того, что тебя никто не тронет. Друзья, человек вулкан. И я так подозреваю, судя по риторике, будущий кандидат в президенты Миха Чеклыга. Спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо, что ты нашел время рассказать вот такие вот интересные вещи. Честно говоря, я бы с тобой говорил еще много-много часов. Спасибо. С тобой безумно интересно. Спасибо. Друзья, спасибо, что вы были с нами это время. Я еще когда-нибудь позову Мишу, если он не откажет. Нас ждут. Спасибо тебе. Нас ждут еще и еще и еще увлекательные полчаса в формате разговор с крайне интересным человеком. Подписывайтесь на канал 100% или нет, колокольчик обязательно и комментируйте. Я всегда захожу и читаю все комментарии под видео. Так что будет нормальный интерактив. Спасибо, друзья. Всем до встречи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok